СПАРТАК После провального дерби с московским «Динамо» спартаковцы отправились в Омск, уступив вторую строчку с запада команде Романа Ротенберга. Впрочем, победа над «Авангардом» вернет красно-белым утраченные позиции. Вопрос лишь в том, кто сегодня будет руководить командой. Алексей Жамнов отсутствовал на лавке в противостоянии с «Динамовцами», однако отправился в поездку вместе со своими подопечными. А мячи же и вовсе находятся вне зоны плей-офф, а потому не могут позволить себе очковые потери. Что из этого выйдет? Вот давайте и узнаем. Настоящие американские горки увидели болельщики на G-Drive-арене, хотя первой заброшенной шайбы пришлось ждать достаточно долго. Седьмая минута, конец большинства московского «Спартака», гости в зону входят усилиями ручки, и все тот же 21 номер красно-белых шайбу отправляет точно в сетку. Попал идеально в дальний угол, у Проскурякова в этой ситуации выручить свою команду шансов было немного. Продолжили гости атаковать, и вот такая затяжная позиционная атака привела к броску Беляева с пятака, но в этом эпизоде переиграть Проскурякова не удалось. Диц набрасывал в лицевой борт отскок, Мартынов бросает в ближний угол, но шайба попадает в сетку с внешней стороны, голов в первом периоде болельщики больше не увидели. Второй период, атака с ходу в исполнении московского «Спартака», ручка шайбы получил от Морозова и неотразимо бросил в дальнюю девятку, счет стал 2-0 в пользу москвичей. Вот такое вот начало второго периода увидели мы с вами. Далее наброс на пятак, подправление от Вэя, и шайба оказывается в сетке. 2-1 на свое отставание до минимума сокращают, а мечи, ну и естественно на этом они останавливаться не планировали. Частяков наброс на пятак, серия отскоков, и в итоге Рейнгард шайбу в сетку отправляет, и это 2-2. Камбэк намечается у нас в Омске. Дальше больше, 16-я минута, периода под номером 2, перевод по синей линии, Шеребзянов шайбу в лицевую отправляет, добивание, и в итоге оказывается шайба в сетке после броска Холодилина. Никита принимает поздравления, а Омск впервые в этом матче выходит вперед. Ну и далее концовка периода, увидели мы также шайбу в исполнении Филатьева, классная комбинация, которую замкнул Александр и отправил на скамейку запасных Николаева. Третий период стартует с большинства красно-белых, расставляются они в зоне соперника достаточно легко. Бросок ружечки, подправление Мальцева и шайба в сетке. Лип Роскурякова оказывается 4-3. Интрига живее всех живых еще в этом матче. Первая минута стала результативной для Спартака, ну и вторая также позволила отличиться гостям. Порядин на свободный лед выехал, бросил, Проскуряков шайбу зафиксировать не сумел. И уже спустя 80 секунд со стартового вбрасывания третьего периода у нас ничейный результат 4-4. Седьмая минута периода и снова Спартак в атаке. Выигранная вбрасывание в чужой зоне, бросок в ближний угол от Голдобина. И эта шайба отправляет на скамейку запасных уже Илью Проскурякова. Естественно, при родной публике амичи должны были чем-то отвечать. И они это сделали. Шрибзянов наброс на пятак, а там уже готов подправлять свою клюшку Ридбуше. Что, собственно, и произошло. 5-5 впервые Рыбора пробили в этом матче. Ну а за 6 минут до конца отличается, кто бы вы думали, естественно, Адам Ружечко. Хэт-трик в исполнении Словака. И победа московского Спартака в этой невероятной перестрелке. 6-5. Очные встречи московских и санкт-петербургских армейцев уже давно стали одной из визитных карточек лиги. А к сегодняшнему матчу и вовсе будет приковано особое внимание. Ведь это первая игра Sky и ЦСКА в сезоне. В случае победы Евгений Кузнецов и его партнеры достойно завершат домашнюю серию, взяв 6 очков из 8 возможных. Что касается столичного коллектива, то у него 4 поражения в 5 встречах. Но последний раз команда Ильи Воробьева оставалась без набранных баллов на выезде месяц с лишним назад. Да что тут говорить, тут смотреть надо. Гамзин в воротах ЦСКА, Заврагин на последнем рубеже у Санкт-Петербургской команды. И эти молодые галкиперы постараются себя проявить с наилучшей стороны в первом армейском дерби этого сезона. Бросок Абрамова в касании и в этой ситуации успевает Заврагин переместиться, свою команду выручить. Кузнецов вбрасывание выиграл в чужую зоне, передача Неданжела, бросок в дальний угол и шайба оказывается в сетке. На 8-й минуте отличается защитник Санкт-Петербургской команды 1-0. Ну и вновь выигранное вбрасывание Кузнецовым, дальше уже бросок Плотникова в ближний и шайба снова в сетке ворот Дмитрия Гамзина 2-0. Естественно с таким положением дел армейцы Москвы мириться не планировали, хорошая атака с ходу удается. И отправляет Чуркин шайбу в сетку. Это первый гол в КХЛ Алексея, с чем мы его собственно и поздравляем. С показателями 2-1 команды отправились на перерыв. В начале второго периода удалось гостям счет сравнять. Прохор Полтапов в зону вошел, сместился в центр и неотразимо бросил в ближний угол 2-2. Стали показатели на табло, ну а дальше увидели мы еще парочку шайб. Для начала Арсений Грицук вошел в зону, бросил Гамзин, здесь свою команду выручить не сумел. Ну и после этой пробоины отправился голкипер ЦСКА на скамейку запасных. И гол в исполнении Василия Глотова. Деанджело на пятак, Грицук бросает добивание Глотова и счет становится 4-2. Вновь преимущество две шайбы у армейцев с берегов Невы. Третий период и естественно ЦСКА должны были отыгрываться, должны были играть вперед. И удалось забросить с подправления Фатееву счет стал 4-3. Забрежил лучик надежды в плане отыгрыша и итогового набора очков для гостей. Наброс на пятак за пять с небольшим минут до конца приводит к тому, что Максим Соркин шайбу отправляет в сетку. Счет становится 4-4 и игра переходит в овертайм. Овертайм в котором все решил один. Точный бросок, а по-другому собственно быть и не могло. Плотников в зону вошел, скинул Никишину, тот бросил в дальний угол и попал точно в сетку. 5-4 в овертайме. Победа СКА в первом армейском дерби этого сезона. Отправляемся во Владивосток, где адмирал принимал Тольяттинскую ладу. В первом периоде болельщики на Фетисфарине увидели одну заброшенную шайбу. Ее автором стал Остап Сафин, точно бросил между щитков Василия Демченко, нападающий Тольяттинского клуба. Второй период и здесь уже счет сравнивает Аркадий Шестаков, здорово доработал на чужом пятачке 64 номер адмирала. Казалось, упорная борьба будет до последних секунд, но в третьем периоде что-то резко изменилось. Дмитрий Кукрышев выводит свою команду вперед, точнейший бросок в самую девятку. Далее атака с ходу в исполнении лады, передача на дальнюю штангу и Червоненко отправляет игровой снаряд в сетку. Счет становится 3-1, после чего еще одну пробоину допустили подопечные Леонида Тамбиева. Михайлов вышел один на один и в блестящем стиле переиграл Василия Демченко. 4-1, вратарь отправляется на скамейку запасных, но и Коновалов недолго свои ворота сумел сохранить в неприкосновенности. Серия рикошетов и черников становится автором заброшенной шайбы 5-1, но и на этом еще не все. Отложенное удаление и, соответственно, игра в формате 6 на 5. Для лады бросок под правление Сафина, счет становится 6-1. Уверенная победа Тольяттинца. Матч, который мог сегодня и не состояться, но все-таки вышли на лед платином арены хоккеисты Амура и Северстали. Неплохой момент имели череповчане в первом периоде для того, чтобы отличиться. Здесь Лазебников шайбу зафиксировал, после чего бросок на себя принимает Гизда Тулин. Ну и ответ в исполнении хозяев. Коротких бросает перекладину. В первом периоде голов болельщики так и не увидели, а вот вторая 20-минутка принесла одно результативное действие. Вошел в зону Руслана Бросимов, бросил в дальний угол и в этой ситуации Лазебникова сумел пробить. Период под номером 3. Гизда Тулин в борьбу улицевого борта выигрывает и Коротких, разворачиваясь на чужом пятачке, отправляет шайбу в сетку. 1-1, казалось, дело идет к ничейному результату, но за 30 секунд до конца основного времени Илья Иванцов шайбу отправляет в ближний угол прямиком со вбрасывания. И таким образом Северсталь одерживает вверх. 2-1 в пользу гостей. В гости к Витязю приехал автомобилист. Первой заброшенной шайбы ждать пришлось достаточно долго. Середина встречи и только тогда удалось пробить. Галкина, бросок от синей линии, с которым вратарь справился, дальше неразбериха на пятачке у гостей и Илья Аркалов в итоге оказывается последним хоккеистом, который коснулся шайбы. 1-0 в пользу хозяев. Еще по ходу второго периода удалось гостям отыграть это отставание. Размашистая атака с ходу. Мейсик на дальнюю передачу выполняет и с метра до коста шайбу отправляет уже в пустой угол. 1-1 в этой ситуации. Ну и перемещаемся в концовку третьего периода. Меньше четырех минут остается играть. Меркли переводит по диагонали, находит Лайпсига, тот входит в зону, бросает и прошивает Шикина. Счет становится 2-1. Времени для того, чтобы отыграться было немного. У хозяев сняли они вратаря в самой концовке, но забросить не удалось. А вот в свои пропустили. Голышев бросает по пустым и попадает точно в сетку. 3-1 таким образом одержал победу автомобилист, с чем мы их, собственно, и поздравляем. 1-1 матч Вадима Шипачева в континентальной хоккейной лиге, ну а в гости к Зубрам пожаловал действующий чемпион Магнитогорский Металлург. Концовка второго периода в меньшинстве играют гости и удается им отличиться. Скотт Уилсон подставляет свою клюшку под прострел Козлова и счет становится 1-0. Большинство продолжилось для минчан. Вошли они в зону, бросок были от синей линии, шайба в лицевой борт попадает и здесь шикарное спасение. В исполнении Ильи Набокова успел голкипер сориентироваться в этой ситуации и угол перекрыл в этом эпизоде, не дав отличиться Дилану Дюбе. Период под номером 3 и здесь Виталий Пинчук здорово шайбу перехватил. Полез на ближнюю штангу и в итоге шайбу-то отправил в сетку ворот, но был оформлен этот гол не по правилам, было воздействие на Набокова. Таким образом, судьи отменили это взятие ворот. Концовки периода пытались перевернуть ход этой встречи хозяева, но забросить так и не сумели. А вот в пустые ворота шайбу отправил Даниил Вовченко. 2-0. Сухая победа Металлурга. Отправляемся в Нижний Новгород. В гости к торпедо приехал нефтехимик из Нижнекамска. Естественно, обе команды хотели набрать максимальное количество баллов, но и дебют удался хозяевам на славу. Бросок Лорионова, добивание из-за ворот в исполнении Боби Линча и шайба транзитом через Долганова оказывается в сетке. 1-0. На 11-й минуте удваивает преимущество своих партнеров Артамонов. Идеальный по точности бросок в ближний угол Долганов оказался неудел. Ну и на этом еще не все относительно событий первого периода. Отличается Максим Летунов, который с чужого пятачка не промахивается почти никогда. И в этой ситуации не сплоховал нападающий торпедо. Отличился Профака, одну шайбу отыграли хоккеисты нефтехимика. Ну и в целом период завершили со счетом 3-1. Перемещаемся в третий игровой отрезок. Здесь Василий Атанасов в меньшинстве убегает чужим воротом и переигрывает Филиппа Долганова. 4-1. Снова три шайбы преимущества хозяев. Меньше восьми минут играть. Профака забрасывает вторую. И это 4-2. Вполне возможный камбэк в исполнении нижнекамцев. Но и дальше увидели мы еще две заброшенные шайбы в пределах 60 игровых минут. Профака себя на ход пробросил. Пошел бороться здесь с Кунюшковым. Зацепились за эту шайбу гости. Джан Себастьян Ди. Передача на Митякина. Тот бросает в дальний угол. И счет становится 4-3. Удалось и это большинство реализовать гостям. Полторы минуты оставалось до финальной сирены. Счет 4-3. Профака от синий бросает. Джан Себастьян Ди подставляет свою клюшку. И шайба в сетке. 4-4. Команды отправляются в овертайм. Овертайм, в котором была игра в формате 4 на 3. Большинство для торпеда. И в итоге успел здесь за шайбу побороться. Скагорлицкий зацепился за нее неотразимо. Бросил в дальнюю девятку. И поставил победную для своей команды точку. 5-4. Пользу торпеда в овертайме. Фух, вот это денек. Адам Ружечко выбил трешку в Омске. Нефтехимик закомбечил в нижнем с минус 3. ЦСКА дважды отыгрался в Санкт-Петербурге. А Набоков выдал суперсейв. Завтра мы возьмем небольшую паузу. И вернемся заряженными в субботу. Когда нас снова ждет много классного хоккея. Это был скользкий лед на кинопоиске. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok